Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Не знаю. Не знаете? Понял. Ворон в законе не являетесь? Ворон не являетесь. Уголовная кличка? Нет, кличка. Все, спасибо. Милее имя и отчество. Число, месяц, год рождения. Уроженец чего? Ворон в законе являешься? Ворон являешься. Сейчас в данный момент будет произведена депортация. Судом Российской Федерации вынесено решение о том, что в течение пяти лет на территорию Российской Федерации с сегодняшнего дня въезд запрещен. В случае чего будете привлечены к ответственности по статье 322 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все понятно? Да. Ну, словами желательно. Да. Претензии к сотрудникам полиции есть? Да. Вор в законе Лаша Чия опроверг грузинским СМИ свою причастность к убийству российской журналистки. Как стало известно прайм-крайм, 32-летний грузинский вор в законе Лаша Барателе, более известный в криминальных кругах как Чия, снова засветился на неподобающем человеку его ранга общении с прессой. После того, как следствие по делу российской журналистки Анастасии Шаталовой, застреленной 18 октября в Тбилиси, пришло к выводу, что организатором преступления является Чия, вор в законе дал официальное опровержение через СМИ и назвал журналистов потенциальными убийцами его семьи, намекая на треволнение, которым подвергают себя некоторые ее члены, включая возлюбленную Чия, звезду грузинского кино и телевидения Шарену Бегашвили. Как сообщает Emedy TV, в распоряжении сыщиков есть запись задержанного убийцы, Бекки Лотарии, на которой он говорит, что за убийство журналистки Чия обещал ему воровской подход. По данным информагентства, заказчик заплатил Барателе 20 тысяч долларов, а тот поручил исполнение своему приближенному, Лотария, стремящемуся в воровскую семью, которого знал с малолетки. Напомним, в 2016 году пранкер из окружения питерских воров в законе, конфликтовавших с Чия, представившись сотрудником Prime Crime взял у Барателе большое интервью. Откровенное общение с журналистом, в котором Чия обсуждал других воров и касался общих вопросов, не понравилось ворам, даже союзным с Чия. По словам источника, на этой почве Чия дважды получал от Ливана Маргии и Тимура Чурадзе, хотя и отрицал, что на записи это был он. МВД Грузии сообщило о задержании троих подозреваемых в убийстве россиянки. 18 октября неизвестный мужчина в упор выстрелил в 30-летнюю Шаталову семь раз и скрылся. Ранее Россия запросила у Грузии информацию по делу об убитой в Тбилиси россиянки. Москва направила ноту МИД Грузии в связи с убийством гражданки России в Тбилиси. Россия обратилась к Министерству иностранных дел Грузии с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством россиянки Анастасии Шаталовой в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе секции интересов России при посольстве в Швейцарии и Тбилиси. По информации ведомства, Москва попросила предоставить всю имеющуюся информацию о преступлении, а также как можно скорее передать тело погибшей ее отцу. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании троих подозреваемых в убийстве девушки. В ходе обысков у обвиняемых обнаружили большое количество наркотиков, двое из них при задержании попытались оказать сопротивление правоохранителям. Один мужчина попытался взорвать гранату. 18 октября стало известно, что неизвестный мужчина в упор выстрелил в 30-летнюю россиянку семь раз и скрылся с места преступления. Очевидцы отметили, что убийство произошло около часа ночи возле дома, где убитая снимала квартиру. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Давайте коротко пройдемся по биографии вора, в законе Лаши Боратели, более известного в криминальных кругах как Чия, он же Лаша Червь. Экзекуция над вором в законе. В декабре месяце 2014 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга напали на известного сухумского вора в законе, Лашу Боратели по кличке Чия, по-грузински, Червяк. Накануне вечером он подвергся нападению, похожему на ритуальную экзекуцию. Около 22-30 Боратели возвращался из спортклуба на Ленинском проспекте. Отпустив свою охрану, вор вошел в подъезд своего дома. Поднявшись на лифте, на 12-й этаж дома 95-2 по Ленинскому проспекту, 25-летний вор в законе наткнулся на семерых мужчин в масках, которые ждали его, еще 14 головорезов в масках находились этажом ниже, чтобы отрезать путь Лаши к отступлению. Вора стали избивать по очереди все нападавшие. В завершении ему до неузнаваемости изрезали ножом лицо, а также по сведениям, ударили несколько раз ножом в пах. Раненый госпитализирован в городскую больницу номер 15. В ходе проверки информации о происшествии, сотрудники полиции установили, что Боратели находятся в розыске по линии Интерпола, по запросу к Грузии как участник организованной преступной группы. Чтобы выследить Боратели, была проделана серьезная оперативная работа. Вор в законе вел скрытный образ жизни, и в общественных местах появлялся лишь изредка в окружении охраны. Информация о его местонахождении утекла от кого-то из его же приближенных, с кем он накануне разделил застолье. Как только сведения подтвердились, из Москвы в Питер выдвинулась карательная бригада из двух десятков головорезов. Официальным поводом для расправы над Чио служат подозрения, дедовских в причастности его к подготовке покушения на деда Хасана, которое планировалось в Санкт-Петербурге, но так и не было осуществлено. По версии обидчиков Боратели, его сообщником в этом предприятии был крестник Равшана Джаниева, Руфат Генджинский. Сам Лаша, кстати, тоже обязан своей короной, пожалованной ему около полугода назад, в том числе и Равшану. Несмотря на то, что дедовская сторона не признает никого, к кому подходит Равшан и его окружение, Чио в Санкт-Петербурге поддерживал общение с такими корифеями местного воровского мира, как Сачина и Гия Датунашвили. По нашим данным, в Турции тем же составом, что и Чио, а именно Дата с Ургутским, Алико, Гигой, Миндией и Пучуром, был коронован Зура Кохитинец, также проживающий в Санкт-Петербурге. Охота велась на обоих, но первым достали Лашу. Расправой над ним дедовские, вероятно, хотят показать то, что ждет всех остальных. Вор в законе Чио не пришелся белорусскому Губопу. А вот уже в декабре месяце 2015 года, в Белоруссии, в аэропорту города Минска был задержан на тот момент по возрасту 26-летний вор, в законе грузинского происхождения Лаша Баратили, имеющий в преступной среде прозвище Чио. Молодой вор в законе, отсюда должен был через несколько часов лететь дальше, уже в Турцию, где его появление ждали несколько грузинских криминальных авторитетов. Но сотрудники белорусского отдела по борьбе с организованной преступностью, не позволили осуществить криминальному лидеру свои планы. Он был посажен на обратный рейс до Санкт-Петербурга. Возвратившись таким образом обратно в северную столицу, Баратили все-таки смог отсюда вылететь в Анкару. Напомним, что год назад Лаша Баратили по прозвищу Чио, что по-грузински означает «червяк», был очень жестоко избит. По нашим данным, эту экзекуцию провели оппоненты из клана Деда Хасана, таким образом отомстив Червю за попытку организовать покушение на Деда Хасана. После избиения, Баратили привлекался к уголовной ответственности. Но провел в тюрьме меньше года, и странным образом получил российское гражданство. Находясь в СИЗО, ему был выписан смертный приговор такими ворами, как Макс Француз, Леха Иркутский, Беса Рустовский и Лекса Гальский. Но зэки не исполнили тогда волю воров. Как оказалось не зря, ведь все четверо сейчас не являются законниками, отказавшись от воровского, в отличие от Чия, полномочия с которого никто не складывал. В июне месяце 2016 года, неудавшаяся попытка вернуть воровские статусы. Рожалованные воры в законе Лаши Баратили, по прозвищу Чия, и Сергоцец Халашвили по прозвищу Зура Кахитинец, вновь пытались вернуть себе воровские титулы. Для этого на днях созвали в Санкт-Петербурге воровскую сходку, на которой присутствовали такие уголовные авторитеты, как Сачина Гигичкори, Тимури Датунашвили, Гии Мампория и Лаши Даганадзе. Таким образом была предпринята попытка вернуть титулы без представительства московской братвы, которая выступала против возвращения воровских полномочий двум бывшим законникам. Дело в том, что Чия вел себя не по воровскому, находясь в грузинской тюрьме. Там он был режимником. А помимо этого за любую провинность избивал малолеток палкой. Детей, которые ошибались по неопытности или незрелости, вместо того чтобы вразумлять, калечил. Естественно, что команда Шакра Молодого не могла допустить такого человека обладать высшим криминальным статусом. Поэтому на этой сходке за московских воров выступил 26-летний Нода Шукакидзе, который дал понять старым рецидивистам, собравшихся на защиту рожалованных, что большинство воров, действующих в России, не позволят вернуть этим людям их титулы. Кстати, именно вор в законе Нода Шукакидзе был инициатором развенчивания Чия, собрав в начале весны воровскую сходку в Греции, на которой и рожаловали лашу баратели. Что же касается Сергоца Цхалашвили, его воровской статус вообще был подвергнут сомнениям в феврале этого года, когда попав в изолятор Питера, он объявил сам себя вором в законе. Питерские сторожилы не могли сказать о Серго ничего, кроме как, что он является бандитом, а не вором. Уже в декабре месяце 2016 года избит бывший вор в законе лашу баратели, он же Чия. В Турции был избит экс-вор в законе, на тот момент по возрасту, 27-летний лашу баратели, по прозвищу Чия. Это уже не первый случай нападения на авторитета, до этого Чия уже также подвергался избиениям. Зачинщиками расправы, как предполагают источники, выступили воры Ризо, Джейрана, Чута и Энса. Они принадлежат к конкурирующей преступной группировке. Лашу баратели, был освобожден месяц назад из следственного изолятора в Грузии. Сразу по освобождению, криминального авторитета депортировали в Турцию. Там воры предъявили ему, что Чия предал своего друга, вора в законе Миндию Горадзе, так как был замечен в связях с его женой. Сам Горадзе находится в СИЗО номер 7 в Тбилиси. Не исключено, что именно он явился инициатором разборки.